Ну смотрите, поймите, что проблема не в том, что чуть попало. Понимаете, проблема в том, что есть определенная трудность у мужчины. Трудность, связанная с отдыхом. Понимаете, мужчина напряженно трудится, как бы, и он не может расслабиться, снять напряжение. Одна сторона медали – это женщина. То есть женщины должны учиться, заботиться правильно о мужчине, чтобы психика его расслаблялась. Вот, например, с работы муж приходит, надо его под душ подвиза вести, чтобы он снял напряжение. Надо обязательно духовной практикой заниматься в семье, потому что самое глубокое расслабление психическое человек получает через духовное общение. Вы вчера были на лекции на моей? Вы почувствовали снятие напряжения? Вам легче стало? Ну, мне-то да, как говорится. Мне-то да, но вы поймите, что вы связаны со своим мужем. Вы муж и жена одно целое. Понимаете, если вам легче становится, всей семье легче становится. Вот если, допустим, вы дома начнете читать молитвы, начнете духовную музыку включать, атмосфера в доме, сейчас она у вас очень напряженная, я это вижу, она начнет сразу легче, легче, легче становиться, понимаете? И психика будет у человека разгружаться. То есть, почему происходит срыв? Потому что ему надо снимать напряжение с себя. Понимаете? Он снимает напряжение и поэтому напивается. Это естественно для любого мужчины. То есть, напряжение снимается с помощью атмосферы, которая в доме царит, в квартире. Это надо понять. Некоторые люди думают, что если кошечка есть, можно напряжение снимать с помощью кошечки. Положил себе на коленочки, погладил, легче стало. Но это не работает все равно так глубоко. Понимаете? Нужно включать духовную музыку дома, чтобы играла. Нужно развесить какие-то иконы там и так далее. Вот. Нужно, чтобы молитва была по утрам. То есть, нужно делать так, чтобы атмосфера разгружалась. Вот я, допустим, сейчас с вами говорю, у вас психика успокаивается сейчас. Ему тоже сейчас становится легче. Понимаете? Вы связаны друг с другом. Надо вот это понять, что когда женщина настроена на то, чтобы в квартире была вот эта вот атмосфера чистая, светлая, тогда в этом случае приходит помощь. Но вот то, что я вам сейчас сказал, вы ничего не поняли пока. Ничего. Ничего не поняла. Потому что люди все настроены на что? Сделайте, доктор, что-нибудь вот так, щелкните пальчиком, чтобы человек перестал пить. Это невозможно. Потому что человек пьет от того, что он как конденсатор, все больше и больше напрягается, а потом бац, искра пошла, срыв, выпил. Это является закономерностью, а не случайностью. Это результат неправильного образа жизни семьи. И образ жизни семьи регулирует женщина, потому что она является силой, влияющей на всю атмосферу в семье. Женщина обладает энергией любви. Она снимает это напряжение. А вы находитесь под влиянием напряжения. Вы сами в напряжении находитесь, потому что эту работу не проделываете. В этом проблеме. Вот я сейчас за вас эту работу и с вами проделываю. Я вас успокаиваю. Вы сами должны пытаться это делать каждый день. И тогда у вас будет все хорошо. Я знаю тысячи примеров, как женщины побеждали судьбу. Знаете, я вам сейчас посоветую ничего и пока не менять в доме. Просто начните каждый день по одной лекции слушать мои. У вас не хватает образования. Вы не знаете, как жить правильно. В Екатеринбурге два дня назад, до вас, до Уфы, я читал семинар, называется «Закон кармы». Все мои лекции «Закон кармы» — это то, что вам надо послушать. Вам надо взять этот семинар на сайте torsino.ru, бесплатно скачать и слушать эти лекции. Когда вы начнете слушать, вы все поймете, что вам надо делать, как. Вам не хватает просто образования. Понять, как взаимодействуют энергии людей. Почему ваш муж пьет. Это одна, понимаете, одна часть медали. Другая — это психические каналы. Есть психические каналы у человека, которые надо очищать. Когда они забиты, то они рождают хронические заболевания. Есть такой психический канал, который связан с психикой человека. Многие другие каналы связаны с разными органами и системами. Но один канал связан с психикой. Я вот говорю женщине, которая за вами сидит. Да, так вот хорошо. Который связан с психикой, понимаете. И он у него, скорее всего, страдает. Это можно очистить. Но, скорее всего, мужчина заниматься этим не будет. У него нет сил и желания это делать, понимаете. Вот обычно очищение это происходит с помощью постов. Если говорить о обучении тонких каналов, то можно, допустим, поститься с сырыми продуктами, на сырую пищу перейти. Или просто пост соблюдать. Это постепенно. А психика освобождается. Можно заниматься статическими упражнениями, они очищают каналы. Можно задержками дыхания заниматься, они очищают каналы. Но он это делать не будет. Самый эффективный способ для него лечиться сейчас, это просто изменение атмосферы в доме. Если в доме будет спокойная такая, счастливая атмосфера, это создается с помощью людей. Хотя бы одного человека, вас, допустим. И духовной музыки. То тогда его будет расслаблять, само собой. И запои постепенно начнут урежаться. То есть вот эта периодичность, которую вы отметили, она будет реже возникать.